Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Сегодня мы опять собираемся вместе, чтобы обсудить какие-то неочевидные, загадочные места из книги «Псалтирь». И мы начинаем новый Псалом, Псалом 68, он исполнен ощущение безысходности, это Псалом тонущего, погибающего человека. И вот начинается он сразу с главной темы, темы этого ситуации какого-то бедствия, утопления того, что неизбежно ты однажды потонешь и хочешь, чтобы Бог спас тебя из этого состояния. Нашим помощником разговор является портал экзегет.ру. Итак, читаем стих второй, а по-настоящему он первый, потому что сначала до него идет надписание, не являющееся таким Псалом как таковым. Поэтому начинаем с первого стиха разбирать места любопытные этого текста. Итак, читаем по-славянски. «Спаси меня, Боже, яков недоша воды, до души моей я». И в принципе все понятно, и перевод синодальный не дает нам какого-то более точного знания этого текста, как будто бы повторяя только уже русскими словами этот славянский текст. Итак, «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей». Мы читаем, дальше движемся, не замечаем никаких нюансов. А на самом деле, дорогие друзья, нюанс-то и загадка у этого стиха очень даже есть. Давайте еще раз прочитаем и поймем, подумаем точнее, «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей». И вот тут, надеюсь, вы понимаете, что есть в этом переводе, в этом стихе какая-то нелогичность. Как могут дойти воды до души моей? Как это может быть? И когда возникает такое недоумение, а это очень правильное чувство, правильная мысль, реакция при чтении Библии, потому что когда есть недоумение, тогда возникает мотивация, желание углубиться в этот текст и разобраться в природе этого недоумения. Тогда мы обращаемся к другим переводам, к словарям, к комментариям. И именно такой реакции от нас ожидает Библия. Надо изучать, постигать, копаться в непонятных местах Ветхого и Нового Завета. И слава небесам, что портал Экзегет помогает нам заниматься этим в такой доходчивой и простой форме. Итак, возвращаемся к проблеме этого стиха. Как могут дойти воды до души человеческой? И, конечно же, наша первая реакция – обратиться к тексту оригинала, к тексту еврейскому, чтобы понять, а что же написано там? Ну, конечно же, у нас не у всех есть такая возможность, хотя, в принципе, не такая уж и сложная эта вещь. Есть специальные программы, специальные сайты, где все это упрощено. Но вот, раз нет такой у кого-то возможности, обращаемся тогда к русскому переводу, где максимально доходчиво и точно выражена еврейская подоплюка текстуальная этого Ветхозаветного материала. И так перевод, конечно же, РБО имеется в виду. Что же написано там? «Боже, спаси меня! Поднялись воды до самого горла». И вот возникает у нас первый шаг в нашем расследовании. Оказывается, что одно и то же самое еврейское слово переводится где-то словом «душа», а где-то словом «горло». Или, как мы дальше убедимся, шея, рот, гортань и так далее. И, обратившись к словарям уже, мы обнаруживаем сенсационную новость. Оказывается, так и есть. Действительно, одно и то же самое слово, слово еврейское «нефаш» переводится «двояко». Обозначает одновременно две вещи. И слово «душа», и вот то, что я сейчас сказал выше, разнообразие слов, которыми описывается один и тот же, но не орган, а одна и та же область нашего естества. Это гортань, горло, шея, рот и так далее. Итак, «нефаш» переводится, обозначает два разных понятия. Почему так, мы об этом попозже поговорим. Итак, вот примеры того, как слово «нефаш» обозначает вовсе не душу, а нечто другое. Исайя, глава 5, стих 14. Читаем. «Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою». Так вот, преисподняя, раскрывающая пасть, вот слово «пасть» – это нефаш. Дальше. Пророк Аввакум 2.5. «Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается так, что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен». Так вот, видите, расширяет душу свою, как ад. Ну, конечно же, можно так как-то философски порассуждать. Душа расширяется, охватывает весь мир. Но на самом деле, тут имеется в виду нечто более такое колоритное, еврейское, ветхозаветное. Он расширяет свою пасть, как ад, и хочет все сожрать. Как смерть он ненасытен. Вот слово «душа» тут имеется в виду тоже нефаш. И дальше. Сами библейские авторы понимают такую, как бы сказали мы сейчас, амбивалентность, полисемантичность этого слова. Нефаш – это и горло, и душа. Или вот, например, в книге «Притчи» 10.3 как раз вот обыгрывается эта двусмысленность слова «нефаш». Не допустит Господь терпеть голод душе праведного. Итак, видите, терпеть голод душе праведного. Терпеть голод тому, что называется «нефаш» душе праведного. Ну, конечно же, тут нефаш может обозначать и душа, да, душа голодает. И мы знаем, что есть жажда и голодание нашей души, алчущие правды. Да, вот наша душа, она как будто бы тоже может голодать. Но здесь еще и обыгрывается то, что это еще и то, чем мы едим, и то, чем мы, возможно, голодаем. Да, вот горло, рот, гортань и так далее. Понимая, что нефаш – это душа, а еще и то, чем мы дышим и чем мы говорим, мы лучше понимать можем разные другие места Ветхого Завета. Ну, вот, например, место всем вам известное, но которое при знании того, что нефаш – это еще и гортань, оно, это место, получает какое-то двойное звучание, двойной смысл. Итак, творение человека. Бытие, глава 2, стих 9. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек нефашхая – душа живая». Значит, почему душа? А потому что как будто бы Бог наклоняется над человеком, дышит ему в лицо и как будто бы запускает, включает тот орган, которым мы дышим, нашу гортань. Но мы знаем, что сейчас, конечно же, мы все учились в школе, уроки биологии и все прочее, что мы дышим, там есть легкие и так далее. Но древние люди не знали. Они думали, что раз воздух проходит туда-сюда по нашему горлу, то это и есть главный элемент, участвующий в нашем дыхании. И в чем-то, конечно же, они правы. Если какая-то возникает здесь травма, или не можем мы дышать, чем-то забита наша гортань, то мы, конечно же, умираем. И вот так вот обыгрывается или понимается наше творение. Бог дает нам возможность дышать. Бог включает нашу гортань, наше горло, нашу шею, и мы тогда оказываемся, чем оказываемся? Нефашхая. Горлом живым, гортанью живой, ртом живым, либо по-другому душой, душой живой. В септуагинте слово нефаш в таком значении переводится уже однозначно. Псюхэ. Псюхэ – душа, психология от этого. Хотя филологи отмечают, вот видите, вот такая удивительная вещь, что и в греческом языке глагол, точнее слово «псюхэ» имеет тоже корень, кореница в значении дуновения. Псюга – я дую. Тут тоже как будто бы они понимают, что душа – это то, что связано с дыханием. Мы дышим, и душа в нас есть. Душа проявляется в том, что мы вот впускаем, выпускаем из себя воздух. Даже греки, древние греки такую интуицию имели. Вот, значит, как нам это богословски осмыслить, как нам это богословски понять, то, что нефаш – это одновременно и душа, и гортань. А вот, дорогие, так и понять. Вот когда в человеке есть эта теплота дыхания, когда у него есть это движение воздуха, вот тогда означает, что у него есть душа живая, он живой, он находится в мире живых. Заканчивая наш разговор, можно обратиться к каким-то примерам из современной живописи, когда живописцы, художники, экспериментируя, выделяют что-то в нашем устройстве, какой-то орган, там, ухо, глаза, и максимально как-то вот заполняют этим органом все полотно. А и оказывается, что человек – это есть ухо, или это глаз, либо это рот, либо это какая-то шевелюра. Ну вот это, я не специалист в живописи, но, мне кажется, Пикассо вот такие использовал примеры. И получается, что ветхозаветный автор описывает человека подобным образом. Он как будто бы выделяет что-то в нашем устройстве – рот, глотку, горло. И как будто вот этим нашим элементом описывается, понимается, вообще все мы как таковые. Кто мы такие? Мы, получается, работающие рты, мы работающие, дышащие гортани, мы потребляющие пищу глотки, мы целующиеся губы. И вот получается, что понимание человека ветхозаветным авторам оказывается таким же современным и актуальным, как и творения современных художников. Вот такой прием интересный используется здесь, в Псалме 68. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Наш разговор о стихе втором этого Псалма исчерпан. Помощником в разговоре выступает портал экзеге.ру, и я, комментатор и экзегет Алексей Волчков, священник из Петербурга. Всего хорошего, не болейте. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok